Это у нас Александр Николаевич Ветохин о некоторых свойствах патологической терапии и автономно-геномической системе, о которых называется ТЕЧ. Я напомню ваш первое определение патологической терапии, когда у меня есть единственное отображение F. Итак, X — компактное электрическое пространство, есть неправильное отображение из X в X, но мы обозначим через S — это минимальное количество шаров, вот такого вот вида, объединение которого содержит X. Ну и топологическая терапия этого отображения называется из-за человечества. X мы уменьшаем, количество итераций увеличивается. Мы берем два предельных перехода дальше. Ну и я буду рассматривать не одно отображение F, а зависимость этого отображения от параметра μ. Значит, M — это произвольное электрическое пространство у меня. Я рассматриваю неправильное отображение по двум переменам, по μ и по X. Ну вот известно, например, что если X — это отрезок 0,1, а M — это произвольное пространство, то тогда топологическая терапия, вот эта вот функция так, она является полонепрерывной. Эта функция не является полонепрерывной снизу. Ниже приведен пример, когда полонепрерывности снизу нет. Ну, приведен, например, X — это диск на комплексной плоскости, и отображение вот такое. Ну, Z — квадрат. Вот если M — от 0 до 1, идица не причастливая, то сжимающее отображение терапии равное 0. А если M — равняется 1, то это двойнение 2 на окружности, и там логическая терапия больше она начинает дать в двойке. Ну и значимую точку M — равна 1, уже полонепрерывности снизу будет. Ну и таким образом, то есть убеждать в общем случае, когда M и X — любые, что функция будет полонепрерывной снизу, нельзя. Но вместе с тем функция эта, которая каждому параметру ставит в соответствии с топологической терапией отображения, она разрывная. Поэтому уместно применить выроскую классификацию функций, разрывную функцию. Следующее. Значит, я напомню, что такое классификация функций. А у вас всё-таки мил, какой будет? В каком пространстве, да? Любой метрический. Любой метрический. Любой метрический. Да. Любой метрический. Понятно. Да. Функции нулевого класса на метрическом пространстве — это неправильные функции. Для всякого нандуального P, а функция P этого класса — это поточные пределы P-1. Ну, то есть всё. Ну, первый класс B — это что? Ну, вот взяли в одной точке функцию, разорвали, и это первый класс. Ну, это же не неправильная функция, а функция первого класса. А вот функция, которая второго класса B не принадлежит первого, это вот известная функция Дереклия. Значит, эта функция, вот. Ну, само, из-за чего она второго класса B принадлежит? Ну, от представлений написано. Два предела — это непрерывная функция. Так, а доказать, что эта функция не является первого класса B, ну, это нужно применить теорему P, а если функция у нас первого класса, то хотя бы одна точка непрерывности должна быть, а одна функция — точка непрерывности нет. Ну, вот, собственно, я вот эту вот классификацию функций разорвали, и применил к исследованию того отображения, который каждый момент ещё раз ставит в соответствии по логическому требованию отображения. И что же получилось? Получилась следующая вещь. Если теорема номер один — для любого метрического пространства и каждого непрерывного отображения функция μ, которая ставит значение по логическому требованию, теоремы между второго класса ДА, на этом μ. На этом N. А если M — полное метрическое пространство, то множество полумемемемперевностей снизу, плотное множество типа G d. То есть всю другую полнебренности нельзя сказать, но точек полнебренности снизу много. А именно всюду плотные, типа ЖТ, пространство и тяги. Ну и вопрос возникает, конечно же, какой. Улучшить можно? 2 на 1 поменять. Ответ нельзя, вообще говоря. Вот пример. Ну, например, а диарема. Значит, если у нас и параметры, и множество х, это множество каптора на 0,1. С метрикой обычной, ну, модуль разностей, то тогда найдется непрерывное отображение, которое при фиксированном нью еще и является его именомофизмом, что вот эта функция всего бы разрывно и не принадлежит первому классу. То есть она устроена плохо, как функция перехления. То есть скачки постоянно делаются. Дальше. Дальше дам определение. Ну, точнее, немножко подправлю определение пакологической терапии для неавтономности системы. Значит, буду смотреть не одно отображение F, а последовательность. То есть каждую следующую итерацию буду считать, что она тоже немножко может возмущаться. Зависит от параметра нью. Вот возьму последовательность нибридных отображений. Посмотрю такие шары. Опять же покроем их множеством X и опять шары устремляем к нулю. Количество итераций устремляем бесконечности. И смотрим, что будет получаться. Это все ваше определение? Нет, конечно же. Колядас, АХ, 1996 год. Вот. Я не видел там. Да. Это не мои определения. Я не опомнил. На это. И определение b тоже не мое. Ну, будет. Следующий случай. Вот. А теперь опять буду рассматривать не одну последовательность, так, а последовательность, зависящего от параметра нью. И тот же самый вопрос ставлю. А как может эта функция зависеть от этого параметра нью? Ну, первая теорема утверждает, что какого бы ни было метрическое пространство m, это функция третьего класса. То есть трех претелов от гиперкомфункций хватает. Вопрос возникает такой. 3. Можно ли уменьшить? Ответ. В общем случае, нельзя. Следующий. Ну, вот, собственно, утверждение, которое говорит о том, что уменьшить нельзя. Значит, ну, m это у меня множество... Да. Значит, m это множество иррациональных чисел на отрезке 0-1 с обычной метрикой. А x множество хантера тоже с обычной метрикой. Тогда найдется последовательность непрерывных отображений. Каждый из которых при каждой фиксированной меме является взаимооднозначным отображением x на самого себя, что функция все доразрывная не принадлежит второму классу b. Ну, то есть она не просто плохая, а совсем плохая, может быть. Даже не первая, а не вторая. То есть двух пределов для написания формулы в этом случае, в этапологическом трофейе, не напишем. Но, собственно, это основные результаты. Продолжение следует... Продолжение следует...